Я записываю это видеообращение с целью проинформировать русский народ, чтобы вы знали, что происходит в моей стране. Я украинка, я коренная жительница Украины. У нас война убивает людей. Бомбятся со всех сторон каждый час. Сейчас неважно, какой город, неважно какое время, ночь, день, нас бомбят, убивают и не смотрят, сколько кому лет, что вообще происходит. Это очень страшно. Мы сидим в подвалах, в бомбоубежищах, на вокзалах, в метро. Но проблема в том, что не у всех есть доступ к вокзалам, метро, бомбоубежищам. Некоторые люди сидят в обычных домах в надежде, что пронесет, что снаряд не попадет в дом, что самолет не зацепит ничего, что никто не умрет, и что это все скоро закончится. Но я очень прошу вас посодействовать тому, чтобы ваши войска ушли с нашей страны. Я со всеми в очень дружеских отношениях. Я не хочу ссориться ни с кем. Я очень уважаю все народы. Но это очень страшно. Мы хотим мира, чтобы все было хорошо. Но то, что происходит сейчас, то, что дети говорят о войне, то, что они на полном серьезе каждый день говорят, а это снаряд, а какой это самолет, это истребитель, так не должно быть. Мы не хотим, чтобы наши дети, помимо коронавируса, помимо болезней, знали еще о войне. Мы свободная страна и хотим мира. Мы не хотим наступать, не хотим убивать вообще никого. Нам приходится защищаться. И, благо, сейчас тихо, но в любой момент могут сказать в укрытии. Те, кто дома, выключайте свет. Летят самолеты, будут падать снаряды. Но, тем не менее, я очень благодарна за то, что вы выходите на митинги. Рискуете жизнью, но выходите и говорите. И мы очень просим, чтобы вы сказали оставить нашу страну, вашим людям, потому что мы, как и вы, хотим мира. И чтобы все были живы и здоровы. Наши братья, мужья, сыновья, чтобы они были дома. С нами. Не ранены. И, не дай бог, не убиты. Я очень благодарна за то, что большинство людей пишут слова поддержки. Видно, что вы переживаете, но нам реально очень страшно. И мы хотим, чтобы все это закончилось. Спасибо огромное тем, кто дослушал до конца. Надеюсь, вас не будут дезинформировать. Но я знаю, что кто это прослушал, выйдет и скажет, что мы знаем, что происходит. Не нужно обманывать. Мы хотим мира. И чтобы наши любимые люди вернулись домой.